МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, как я и обещал в прошлом выпуске, сегодня мы поговорим об информационной войне происходящей, чтобы вы могли отделять зерна от плевел, как сказано в Библии. Но начну сначала своим вводным словом говорить сам, а потом предоставим слово нашему гостю. Честно говоря, мне не нравится, что происходит и на информационных площадках армян, потому что весь этот сброс, который делают, либо сами же армяне, которые абсолютно не соображают, что они делают, пытаются обвинить в чем-то правительство, или требуют каких-то там революционных идей. Вы вообще в своем уме? Вообще думайте, что вы пишете, что вы говорите. В стране война, а вы там менять что-то пытаетесь. Ну, подумайте сами. Далее, значит, по поводу этой самой войны. Информационных сбросов, паники нам не нужно. По большей части это делают за нас азербайджанцы, которые, в отличие от нас, изучавших в мирное время английский язык, французский язык, мол, зачем нам турецкий, азербайджанский язык, да ну их нафиг, будем изучать английский, французский, ну, понятное дело, на этих языках можно больше подзаработать. А язык врага-то знать не обязательно. Зато та сторона изучала армянский язык, чего они сейчас и применяют. Они выходят, значит, в армянские социальные сети, в армянские группы, даже на сайте, оставляют комментарии, пишут всякие гадости, создают какую-то панику, панические настроения. И, значит, естественно, находятся какие-то армяне, которые поддерживают их, лайкают. Да вы хотя бы загляните на страницу этих людей и посмотрите, когда эти страницы были созданы. Как правило, это 27 сентября, 28 сентября. А вам ни о чем не говорить? Месяц назад, как только все это началось, мозги-то включайте, умные, талантливые, которые еще недавно называли кое-кого баранами. Понятное дело, что они бараны, но если вы люди, то поступайте по-человечески, не ведитесь на всякую эту утку. А если таковые встречаются среди армян, так просто находите их и дайте им по морде, потому что это куда хуже враги, чем те же сами азербайджанцы. Понятное дело, что это война. Где-то они наступают, в какое-то время они там пребывают. Потом наши откидывают их. Нужна перегруппировка. Нужно набраться сил, нужно дождаться помощи в военно-техническом плане. И так далее, и так далее. Это нормально. Поэтому паниковать и говорить о чем-то, ну, это преждевременно. Вы же видели, что уже вот сегодня, во всяком случае, месяц, они-то практически, ну, заняли вот эти вот ничего не значащие, по сути, территории в Южном Карабахе, где практически-то и никто не жил, по большей части. Не оживленные, как я говорил, не воодушевленные, скажем так, территории. Но и оттуда они уйдут. Нужно только набраться терпения, не болтать лишнего. Вот и все. Потому что они, естественно, следят, зная язык, они следят за этим всем. Понятное дело, еще и другое, что наши-то, хоть и готовились к войне, долго, упорно готовились к войне, и один на один ясное дело, что они бы быстро потерпели бы поражение и еще утратили бы другие свои территории. Уж армянского духа не соизмеримы с их духом. Почему Алиев и пригласил туда всякие силы проэрдогановские, сирийские, сами турки. Вот поэтому он этого и сделал. Он 30 лет ждал. Чего он ждал? Он боялся армян. Нашел важный момент, подходящий момент и применил силу в коалиции с другими проэрдогановскими всякими движениями, в числе которых дивизия Султан Мурат, о которой мы уже говорили. Поэтому сохраняйте спокойствие. Все будет замечательно. Единственное, как я и прежде говорил, единственная плохая ситуация, то, что много потерь, это да. Мне плевать, сколько потерь у них, говорят, там у них три раза больше, четыре раза больше. Это действительно так. Это уже и независимые эксперты подтвердили. У нас хоть и в четыре раза меньше, но все равно это наши люди. А на них мне абсолютно наплевать. И вам не советую вот эти ваши сердобольные дела. И у них есть мама, и у нас есть мама. Да какая у них мама? Вы хоть обратили внимание, как они называются? Они называются шахидами. Вдумайтесь. Шахиды. Шахиды это те, которые умирают в борьбе за веру. Не за территорию, а за веру. Это все равно, чтобы мы называли своих солдат мучениками. То есть это разные вещи. Мы называем азатамарт, освободитель. А они называют их шахидами. А для них это великое счастье погибнуть, чтобы их возвели в ранг шахидов. Вы понимаете? То есть они там получат на том свете больше, чем получали здесь. Так что им эта смерть и для их мам, я думаю, не так важна, как для наших мам. Думайте головой. И они действуют по той методике, что на войне все средства хороши. Не щадят даже своих детей. Обратите внимание, сколько азербайджанских детей выпустило всякие разные ролики с угрозами против армян. Обращением к Путину. Понимаете? Обращением к Путину. Мол, зачем вы поставляете армянам оружие? Они детей используют. А вы говорите о том, что у них есть мамы. У них нет сердца. Как и в 15-м году не было сердца. Я сейчас речь даже не столько об азербайджанцах, сколько о турках. Потому что это война прежде всего с Турцией, а не с Азербайджаном. Азербайджан тьфу и растереть. С ними бы быстро очень справились. Но это война с Турцией. К чему мы не были готовы. А зря. Нужно было готовиться. Я не знаю, чем занималась наша кафедра тюркологии в ЕРГУ. Наверное, тем, что ребята там учились ради высшего образования. Получить вышку и пойти работать вообще какие-то официантами или еще где-нибудь. Я не знаю. Чем занимались там? Там юбки протирали наши девчата на факультете тюркологии. Зачем они там вообще учились? Я вам больше скажу. В Армении даже азербайджановедов нет. Как мне сказали, есть там один азербайджановед. Господи, я даже не могу произнести это. Азербайджановед, который ни разу даже в Азербайджане не был. Ну какой он азербайджановед, сами подумайте. Ну что ж, я все-таки призываю вас к благоразумию тщательно проверять любую информацию и с армянской стороны, и с азербайджанской стороны. И только потом доверять или не доверять, или выставлять на свои страницы. Это очень важно, потому что вы можете навредить нашей стороне любой непроверенной информации. Доверяйте только той информации, которую публикуют либо те же журналисты, которые находятся сейчас в Карабахе, либо Баграмян-26. Ну, тот же Арцрун, допустим. Впрочем, и российские уже журналисты, и журналисты других стран сейчас больше пользуются именно информацией, предоставленной армянской стороной. Потому что, как показала практика за весь этот месяц, хочешь узнать правду, посмотри то, что пишет армянская сторона, а не азербайджанская. Те же журналисты, которые работают на азербайджанской стороне, они не могут говорить вот так, как я сейчас с вами говорю. Или, допустим, журналисты, которые передают из фронтов Карабаха, из Армении. Рядом с ними никто не стоит и не говорит, что говорить, а что нет. Чего не скажешь об Азербайджане. Их там отслеживают, и я это знаю точно. Там есть ребята, с которыми я очень хорошо знаком, и они работают на территории Азербайджана. Поэтому еще раз будьте внимательнее, будьте осторожны и не распространяйте всякую, извиняюсь за выражение, хрень. Ну а сейчас, как я уже и говорил, предоставлю слово председателю редакционного совета ТРИО «Смарт-Медиа», члену Союза журналистов России Самвелу Налбандяну. Я думаю, на какие-то вещи он прояснит ситуацию, чтобы вы могли отличать, где правда, а где ложь, когда читаете или смотрите какие-либо материалы в интернете. Как отличить фейковую новость от обычной новости? Как людям научиться доверять той или иной информации? Есть какие-то такие стандартные вещи для читателя, для зрителя? Вы знаете, я как потребитель информации всегда исхожу из того, с какой целью мне это показывают. Всегда мы должны понимать, фейковая информация, она тем и плоха, она тем и опасна, что те, кто ее создает, они делают все, чтобы она была максимально похожа на настоящую. Конечно же, у обывателя, у простого человека очень мало способов верифицировать все это, потому что мало кто может сесть в гугли и смотреть. Человек едет в машине, увидел там, прочитал в WhatsApp, увидел в Telegram, у него нет времени, у него просто запечатлелось в голове что-то яркое, да, вот то, что он увидел. И, соответственно, мы должны понимать, а откуда эта информация? И с какой целью нам ее показывают? Если вы понимаете, надо, что эта информация для того, чтобы вас деморализовать, испортить ваше настроение, убедить вас в том, что там та идея и те мысли, которые вы поддерживаете, например, да, там, или придерживаетесь, эта информация создана для того, чтобы разрушить какие-то ваши идеи, ваши мысли, убеждения, то 99%, что это фейковая информация, надо четко для себя осознавать одну вещь, что доверять можно только тем источникам, той информации, которую вы знаете, которую вы понимаете. Все, что странное, все, что непонятного происхождения, это, значит, вас пытаются ввести в заблуждение. Я вот советую своим соотечественникам, да, мы же понимаем, почему этот вопрос задается, потому что сегодня из-за войны в Карабахе, из-за сложной обстановки в Армении, на Кавказе в целом, очень много разной информации распространяется, и она настолько противоречит друг другу, что в этом потоке невозможно понять, что правда и что неправда. Так вот, все очень просто, минимизируйте вообще свое внимание и не обращайте внимания на то, что вам непонятно, что приходит из непонятных источников. И я вообще советую всем людям, тем, кто смотрит это, обратиться к тем, кто им присылает, потому что чаще всего вам присылают ваши знакомые это, и скажут, а вы откуда получили? Откуда вы знаете? И вы быстро убедитесь, что это получено из какого-то непонятного источника. Более того, если вы с этим разобрались, если вы для себя определились, если кто-то, пожалуйста, убедите всех ваших окружающих не смотреть такого рода информацию. Все, что приходит из непонятного источника, это такой информационный наперсток. Он рассчитан на то, чтобы обмануть вас. И при любых раскладах это будет обман. Да, но еще говорят, что принято доверять информации от нейтральных людей. Например, тех, которые находятся, скажем, в России, за рубежом, не являются ни армянами, ни азербайджанцами, но от них тоже часто можно услышать ложь. Да. Раз принято доверять нейтральным людям, то стороны конфликта в этой ситуации будут искать тех самых нейтральных, кавычках, людей, которым якобы можно доверять. Да, ну вот классический пример, там, да, вот российские псевдопалеонтологи, журналисты, такие, как вот Шевченко, господи, фамилия... Коротченко. Коротченко, там еще один... Журавлев. Да, Журавлев. Барабанов. Много их, немало. Да, их очень мало, очень много. К счастью своему, я их давно не слушаю. И вовсе не потому, что сегодня между Арменией и Азербайджаном конфликт, и они там выступают очень ангажировано под видом аналитики, а потому что эти люди настолько себя дискредитировали за эти 15-20 лет, они настолько упали в глазах профессионалов, возможно, в глазах, там, еще раз, там, массового зрителя, они еще там представляют из себя что-то, потому что их складно излагают, там, выразительно говорят, там, некоторые их слова похожи даже на умные слова, похожи на правду. Но эти люди, они прошли через такое количество предательства, лжи, там, посмотрите, там, на Шевченко, из либералов, коммунисты, из коммунистов, националисты, из националистов, исламисты. То есть, где это, кто этот Шевченко вообще, что у него, что за каша у него в голове, никто уже не разберет, я боюсь, что он и сам не разберет, да, там. Ну, и, безусловно, все-таки, надо четко понимать, это видно, когда они говорят, по их лексике, по их ангажированности, видно. И еще, знаете, что я вам хочу сказать, что значит нейтральные люди? Нейтральный человек может анализировать. Если в этом анализе соблюдается какой-то баланс, то это одно дело. Но они утверждают, если человек начинает вам утверждать что-то, остерегайтесь тех, кто пытается вам дать готовые формы. И потом, знаете как, если ты нейтральный, там, с другой стороны, я знаю, Соединенных Штатов, из Франции, из России, но при этом сидишь, знаете, как диванный стратег, да, у себя в московском бюро, в московском унице рассуждаешь, это одно. Если человек поехал на место, или встретился с очевидцами, или изучил историю очень глубоко, предмет того, о чем он говорит, это совсем другое дело. Потому что, когда ты погружаешься в историю, то выясняется, что все далеко не так однозначно, в любой истории, да, и человек, погруженный в историю, погруженный в детали, в факты, он не может просто, вот, знаете, вот, безапелляционно утверждать какие-то вещи. Поэтому, все-таки, знаете как, исходите, во-первых, из своих собственных убеждений, я еще раз повторяю, если что-то из того, что вы слышите, выходит за рамки ваших убеждений, значит, кто-то пытается эти ваши убеждения изменить. Если вы не хотите их менять, эти убеждения, не слушайте. Очень просто, очень простая формула, понимаете. Если же вы в состоянии то, что он вам говорит, развенчать, сопоставить фактами, посмотреть, что он врет, ну, значит, проанализируйте, и вы сами убедитесь, что вам врут, что вас обманывают. Ну, известно, да, что средства массовой информации, как оружие, тоже применяется для того, чтобы посеять либо панику, либо, наоборот, такой маниакальный синдром, да, но насколько это серьезно вообще, если доверяться всецело? Я вообще хотел бы сказать, что сегодня, вот в этой экстремальной ситуации, да, когда ситуация меняется буквально в часы, в считанные часы, очень часто влияет на общественное настроение вот эту информационную волну, даже не средства массовой информации, а социальные сети и мессенджеры, которые сегодня есть, да, там, Телеграм, Ватсап, там, другие социальные уже сети, это я про мессенджеры говорил, там, я не знаю, Фейсбук, там, или там, Твиттер и все прочее. Вот, информация в этих сетях, она иногда распространяется лавинообразно, лавинообразно, и те люди, которые управляют общественным сознанием, они прекрасно понимают, что такое вирусное распространение информации, все понимают, что если сказать что-то безапелляционное, шокирующее, что-то, что может ужаснуть публику, да, например, то это имеет лавинообразное распространение. Все-таки, знаете, мы же живые люди, у нас есть психика, есть психология, есть сознание. Я считаю, что мы должны всегда включать сознание, знаете, я всегда даю совет своим коллегам, своим журналистам, говорю, если что-то вас шокировало, если вам немедленно хочется что-то написать, но у вас нет достоверных сведений об этом, вдохните трижды глубоко, задумайтесь об этом, да, сначала, подумайте, почему это до вас дошло, каким образом, и только потом начинайте с этим работать. Это касается и обычных людей. Если мы не хотим становиться жертвой пропаганды, пропускайте все через сознание, задайте вопрос, кому выгодно, чтобы эта информация дошла до вас. Других вариантов нет, но еще есть вариант, то, что я для себя, хотя я в состоянии отличить фейк от достоверной информации, потому что все-таки более 30 лет я занимаюсь новостями, информацией, я совершенно там с большой долей вероятности, по крайней мере, могу сказать, что фейк, что не фейк. Но я для себя просто очень многие источники исключил. Я стараюсь пользоваться только тем источниками, которые считаю для себя достоверными или официальными, с которых есть спрос. Да, но иногда официальные источники, вот мы сегодня с вами говорили об этом, что они отстают от некоторых неофициальных источников, да, что человеку приходится питать источники те, которые вообще не имеют отношения к тому, что происходит на самом деле. А при этом, скажем, те же официальные источники, ну, затормаживают, мягко говоря. Безусловно, но знаете, что я вам хочу сказать? А какой у нас выбор? Мы находимся за тысячи километров от этих событий. Нас всех очень волнует, что там происходит, но у нас нет никакой достоверной информации. Понимаете, на каком-то участке может очень большое напряжение быть, да, и в этот момент кто-то там кому-то напишет сообщение, все очень плохо. Ну, вообще это нормально, когда, вот, скажем, там, президент Азербайджана рассказывает о том, что там на фронте, а мы в это время вообще не имеем понятия, что на самом деле происходит, армянские источники молчат. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Это или они молчат с умыслом каким-то, не торопятся. Я думаю, тут в чем нюанс, да, президент Азербайджана, он, в общем-то, возглавил всю эту пропагандистскую машину. И я вам хочу сказать, ну, мы сегодня стали слышать президента Азербайджана не потому, что он сегодня стал говорить, а потому, что мы сегодня... Ну, в принципе, он 20 лет уже возглавляет эту машину. Вот все эти 20 лет, все эти 20 лет, вот нам говорят, вот, президент Азербайджан назвал армян собаками. Да он 20 лет это говорит. Да. Он 20 лет говорит о том, что этих собак мы изгоним с наших земель. Что этих неверных там мы там делаем так, все это... И не только про Карабах, но и про Ереван, что изгоняй азербайджанские. Он всего лишь совсем недавно говорил про то, что Ереван это исконно азербайджанские земли, что армяне... И про Тербент. Да, да, да. То есть, мы просто сейчас стали на это обращать внимание. Мы должны понять одну простую вещь, что азербайджанскую пропагандистскую машину возглавляет сам президент Азербайджана. Сегодня в Армении такая ситуация, во-первых, Армения обороняющая сторона в этой войне. И то, что армяне сейчас и очень часто, как нам кажется, больше молчат, чем говорят, это связано как раз с тем, что эти оборонительные бои, они заставляют их сосредоточиться на том, что необходимо сейчас делать. Да, есть официальные пресс-службы, премьер-министра Армении, Министерство обороны Армении, Министерство обороны Нагорного Карабаха, президенты Нагорного Карабаха. Они делают заявление, и, кстати говоря, я хотел бы обратить внимание, что за вот этот месяц трагический, да, там, что идет война, я не помню, чтобы хотя бы одно их утверждение было опровергнуто, и чтобы хотя бы в одном случае даже азербайджанские источники сказали, что это, ну, уличили, точнее, сказать-то можно что угодно, уличили их во лжи. Да, о чем-то не говорят, но знаете, что я вам хочу сказать? О чем-то не говорят, но, с другой стороны, слушайте, при всей этой пропагандистской шумной машине Азербайджана, они ни разу не сказали о своих жертвах. А Министерство обороны Армении и армия обороны Арцах каждый день публикают этот трагический список жертв и не боятся этого. Давайте посмотрим хотя бы на это, посмотрим, какие цели кто преследует. Одна сторона преследует, в моем понимании, цель информировать людей, поэтому выверяет каждый факт, старается не бросаться словами. А вторая сторона преследует исключительно пропагандистскую цель, пропагандистскую и для собственного населения, и для армян, чтобы деморализовать их, когда каждый день публикуют в списке сотен освобожденных сел, и когда они публикуют какие-то ужасающие кадры, шокирующие кадры для того, чтобы вернуть людей в ноги, скажем так. Ну, насколько я знаю, публикуются армянской стороной списки погибших не только с армянской стороны, но и по этим изъятым у убитых документов, военных билетов Азербайджана, я знаю, что есть даже список такой убитых азербайджанских военнослужащих, убитых и пленных. Да. И, насколько я знаю, есть даже такой сайт, где можно обратиться, да, посмотреть. Есть сайт, исследовательский сайт, это сайт, который делают гражданские. Я сейчас, к сожалению, не помню, как он называется, и они, знаете, это что-то типа вот Белинкета-расследователь, знаете, да, там вот это, они точно так же расследуют по каким-то косвенным данным, по прямым данным, по документам, найденным на поле боя, по тому там есть какая-то возможность там проследить, где какие похороны были. На одних только документов действительно там тысячи, и это только те, которые уцелели. Да, да, несколько тысяч документов собрано вот азербайджанских военнослужащих, которые погибли во время этих боевых действий. Но официальных данных-то нет, и Ильхам Алиев, как настоящий пропагандист, он говорит, вот закончится война, я опублику. Ну да, но он надеется на победу, что потом все это можно списать, и тела погибших на эту самую победу. Он войну просто пишет, победителей не судит, он их потом объявит шагидами. Но в случае проигрыша... А вы знаете, что я вам хочу сказать? Давайте мы, как сказать, хотя, конечно, как это говорят, да, история-то политика, обращенная в прошлое, да, вспомним, давайте, войну 90-х годов. Во время войны 90-х годов, когда Азербайджан проигрывал эту войну, в Азербайджане сменилось два президента, это Аязму Талигу Вальчибиль, да, за это же время. И плюс, если кто-то помнит такую фамилию Сурет Гусеев, да, который там уже претендовал на роль главы Азербайджана, даже какое-то время был премьер-министром и все прочее. И когда устаканилось, все успокоилось, когда отец нынешнего президента Гейдар Алиев пришел к власти, и как человек, умудренный большим политическим опытом, понял, что только мир сможет сохранить его власть в Азербайджане. И тогда они пошли на соглашение, на прекращение огня, и после этого, посмотрите, уже 26 лет семья Алиевых правит в Азербайджане. Это может плохо кончиться. Поражение в этой войне, это не будет военное поражение, это будет политическим поражением Алиева, и он потеряет свою власть. Алиевых правит в Азербайджане.